Добрый день, друзья! Это канал Диктатура Закона. Медленно, но верно мы исправляем судебную систему, открыто говоря о тех вещах, которые нам не нравятся. А не нравятся они нам могут по одной причине, когда решения, на наш взгляд, незаконны и несправедливы. А помогает нам в этом разобраться общественное мнение, которое формируется в комментариях под этим видео. Поэтому спасибо, что вы смотрите нас и не боитесь делиться с нами своим мнением. Сегодня мы поговорим о том, как суд города Нур-Султан сломал решение районного суда. Почему я говорю сломал? Потому что я вот не увидел веских оснований тому, что наделала судебная коллегия. Я лишь увидел большое лобби в пользу очень крупной финансовой организации. Итак, давайте к фактам. Поехали! Я часто принимаю участие в судах и так вышло, что у меня одновременно оказалось два иска с одинаковым предметом в одно и то же время. По сути, иски несложные. Предусматривают расторжение договора долевого участия и передачи доли в виде квартиры в ЖСК. У нас очень много долгостроев. И когда застройщик сливается, их достраивает государство через финансового оператора. В таких случаях все дольщики пачкой расторгают договора застройщикам, а их доля через суд передается в ЖСК дома. Вот теперь представляем себе ситуацию. Один дольщик перешел в ЖСК, второй, третий, десятый, двадцатый. Сто дольщиков дома расторгли и получили свои квартиры у вновь созданного ЖСК путем перевода доли. И вот сто первому участнику договор расторгли, долю в ЖСК передали, а вот квартиру не выдали. Что случилось спросите вы? Ничего. Судейская машина сломалась? Нет. Закон поменялся? Тоже нет. Коррупция может быть? Ну непонятно. Лучше друзья один раз увидеть и глянуть как это произошло, чем сто раз слышат. И так, как вы любите. Все разбиваю по полочкам. Поехали. Так, вашему вниманию представлено два судебных акта. Это постановление судебной коллегии по гражданским делам суда города Нур-Султан от 21 октября и 28 октября 2021 года. Состав коллегии один и тот же. Косымова, Джапарова и Мирзаян. Именно они изменили судебную практику. Вот главные отличия. В первом постановлении от 21 октября они указывают, что если дольщик выкупив квартиру у застройщика, ему не надо ничего доплачивать. Поскольку передача объекта с учетом доли ИСЦА означает право дольщиков на получение жилья. Повторное внесение суммы обманутыми дольщиками не требуется. То есть здесь судебная коллегия адекватно подошла к разбирательству, все разрулила и оставила судебное решение первой инстанции без изменений. А вот ровно через 7 дней мы встречаемся с этой же коллегией в этом же составе только по делу Клейн, где ответчик, ну как всегда возражает против предоставления ее законной квартиры, предлагал другую квартиру в этом же ЖК на условиях доплаты. Внимание, в размере 5 миллионов 798 тысяч тенге. То есть ЖСК, прежде чем передать ее же квартиру, просит у нее еще денег для того, чтобы удовлетворить какие-то свои моральные или материальные потребности. И вот что странно, судебная коллегия с этим соглашается. Она отменила судебное решение районного суда, вынесла новое решение об отказе Клейн получить свою собственность. Я долго читал постановление судебной коллегии, пытался найти там эту логику. И вот, что оказывается придумали там эти три красавицы. Коллегия учитывает, что в ходе рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции стороной ответчиков ИСУ были предложены для получения построенные в этом же ЖК другие квартиры номер 352 и номер 358, которые будут сдаваться в ноябре 2021 года. Однако истец от их получения отказалась. Судебная коллегия, отказывая в иске Клейн, считает, что ее права подлежат восстановлению путем вступления в члены ЖСК для последующего решения вопроса предоставления ей другой квартиры, соответствующей техническим характеристикам спорной квартиры. Как итог, мы все понимаем, что судебная коллегия вместо устранения спорности, напротив, привела стороны в тупик, когда истец вместо защиты нарушенных прав в суде получил новое ущемление и новое нарушение прав. А вот как же Конституция, которую, по всей видимости, никто не любит? Вот там же написано, что жилище неприкосновенно. Не допускается лишение жилища, иначе как по решению суда. Пункт 1 статьи 25. Тогда на каком основании Клейн лишили ее имущества? Ведь за свою квартиру она заплатила внимание 13 552 тысячи тенге по договору цессии. Этот договор никем не оспорен, не признан недействительным. Но на этот договор просто наплевали. И я категорически с этим не согласен, когда это еще и делает суд прямо в моем присутствии. И я долго разбирался, почему такое произошло. Оказывается, внимание, ЖСК Бахатарыстан продала квартиру, принадлежащую Клейн, некому Нурмагамбетову, заключив с ним тайком дополнительное соглашение номер 2 от 11 февраля 2021 года. Вот теперь мне стало понятно, что суд города Нур-Султан поддерживает двойные продажи и бортует законных владельцев. Ну вот как по-другому мне еще рассуждать по этому вопросу. Но представьте вот себе, вы купили совершенно новую квартиру, у вас есть документы, пришли, а в ней кто-то живет. Естественно, вы подали в суд, а вам отказ. Идите, мол, и покупайте себе другую квартиру. И это происходит в нашем цивилизованном государстве. Вот интересно, в 90-х был ли такой способ или нет? Или там пожестче отжимали эти квартиры? Резюмируя это видео, считаю необходимым довести эту ситуацию до господина Осанова, до председателя Верховного Суда Республики Казахстан. Нужно внести представление на этот беспредел. Потому что узаконенное мошенничество это крах для правового государства. По этому делу будет продолжение. Спасибо, что смотрите нас, комментируйте, поддержи нас подпиской и мы будем вам благодарны. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok